здравствуйте друзья у нас история нетривиальная значит молодой парень живет на украине учился в медицинском институте закончил собственно медицинский институт и увлекался хирургией и учился хорошо и дам в конференциях участвовал и какие-то успехи там демонстрировал в общем его должны были собственно его как бы распределили сразу хирургом после окончания института там у них две стадии распределения вы в тексте вопроса можете почитать он тут под видео есть и а дальше ему говорят что-то была позиция и нет больше позиции и вот давай теперь не не по хирургии там еще чем-то занимайся и дальше так уже неформально получается что там то ли 10 то ли 15 тысяч долларов надо заплатить чтобы позиция как бы открылась вот эта хирургическая и родители говорят да не вопрос надо заплатить а он уперся и и в общем так получилось что он там где-то поболтался немножко а потом наткнулся на профессию тестировщика программное обеспечение и стал тестировщиком и как бы пишет что получает пять раз больше денег чем хирург я с ужасом думаю сколько же получает там украинский хирург если там украинский тестировщик тоже не миллионер далеко поэтому и он спрашивает как бы ну а вот правильно ли я поступил вот как бы была профессия он в ней был успешным она ему нравилось и так далее сейчас вот он чем-то другим занимается и тогда значит что я хочу сказать все-таки человек принял какое-то решение значит никакое решение не падает с неба это проявление того кто мы есть это проявление тех обстоятельств которых мы находимся и так далее значит эти родители готовы заплатить он имеет там страстное желание работать по профессии но он не может переступить через вот это вот коррумпированность вот этого всего он считает что он заслужил быть хирургом ему положено быть хирургом и его унижает то что он должен платить взятки и так далее мы упираемся не в проблему выбора профессии абсолютно а мы упираемся в то что человек не не принимает систему в которой он живет потому что в этой системе вот так работает тестировщиком в этой системе который в пять раз больше получаете которому 10 процентов не нужно того образования которое он получил участие хирурга знаете вот там можно и без этого вот как бы другая область я я не знаю почему хирург так дефицитен то есть может быть там они соответственно берут взятки за ту работу которую они делают потом как хирурги может у него зарплата маленькая зато взятки большие я не знаю то есть наверное так да а чуть а чего он тебя должен это сама 10 тысяч там платил за должность 15 и должен тебя бесплатно теперь оперировать что я я не знаю но хирургом бы вы тоже не были счастливы потому что если вы должны брать взятки как хирург а я помню вот знаете в советское время когда казалось бы уже там общество не то что взятки осуждала а даже чаевые официанту это было неприлично ну то есть может быть официант с вами не согласился в этом смысле но но как это так унизить унизить человека чаевыми вот поэтому и в это время платили взятки вот я помню там моего папе нужно было сделать операцию которую никто не брался делать и нашли наш нашли человека который делал эту операцию хирург но хирург денег не брал там какие-то люди которые назначали к нему в больницу в которую там как бы получается что ты не можешь прийти потому что мне живешь там и так далее вот вот как-то за это за все взяли там 400 рублей что по тем временам были не жуткие вполне ощутимые деньги поэтому наверное сейчас платят как бы вы брали деньги с людей вот такой честный и хороший как бы вы с них брали деньги у вас же зарплата есть который в пять раз меньше чем зарплата тестера поэтому конфликт на самом деле это не конфликт между там профессиями выбором профессии то не было профессионат не отказался а конфликт между человеком и обществом он отошел сейчас в так в сторонку где этого конфликта между человеком и обществом нет вот этого конфликта нету там вот другой какой есть я не знаю но тот его не беспокоит а этот беспокоит и как бы у него такая ниша создалась и он в этой нише спокойно сидит но поскольку общество в целом нездоровая то в нем происходит масса всяких событий до которые кого-то тоже могут очень сильно побеспокоить вот он начинаю от вполне мирного майдана и кончая вот там вы не знаете сколько я получаю корреспонденции на этот счет от людей которые там под обстрелом там еще где-то это это все тоже как бы да про проявление нездоровости хотя и внешняя сила там мы чуть говорить лишнего не будем но понятно что это не только внутренние проблемы но без внутренних не было бы и внешнего вмешательства поэтому он должен для себя определиться что ему комфортнее что ему дороже вот на эту чашку весов у него у нее две чашки весов да вот на одной чашки весов у него там допустим ну вот его спокойствие уровень комфорта определенный связаны с тем что его не заставляют там давать или брать взятки а на другой чаше весов у него есть какая-то страсть какие-то стремления жизни вот он хотел быть в этой профессии и насколько он привязан к этой профессии я даже не знаю со стороны живет не скажешь правильно ли он сделал вопрос да правильно ли я поступил но если ты был в конфликтной ситуации и ты вышел из конфликтной ситуации наверно ты правильно поступил почему конфликт же разрешен конкретный вот сиюминутный конфликт более глобальный конфликт пока еще не разрешен и если мы вернемся к событиям пред майдан да вот я я вот год назад там чуть больше был в киеве и там с ребятами со стартаперами беседовал много и так далее и при всем энтузиазме там эйфории там и так далее еще год назад были разговоры о том что у айтишников отжимают бизнес уже и до них добрались поначалу просто как-то не трогали непонятный был бизнес такой что там за бизнес такой эти чтобы его отжимать а потом поняли и потихонечку стали отжимать вот поэтому ну как бы есть надежда да что вот там как-то власть меняется там может быть что-то изменится в этом смысле но это только надежда а а вся система то та же самая ну вот сейчас выборы проведут там досрочные день сентября до президент новый симпатичные хорошо сейчас выборы проведут а из кого выбирать ну вот люди-то те же самые они такие же бедные как были раньше соответственно они они такие же безнравственные как были раньше они будут брать взятки они будут давать взятки делают не только потому что который берет дело еще в том что люди готовы их давать чтобы получить чего-то чем не положено получить хотя иногда даются взятку чтобы получить то что и так положено это правда Потому что десятки могут еще вымогать Короче, вот общество, где вот эта норма Ты можешь отойти куда-то И вот там временно, в какой-то нишке Ты можешь надеяться, что это надолго Но ты не знаешь В принципе, законы общества Они, как правило, действуют во всем обществе Если они где-то временно Не добрались туда Ну, значит, пока не добрались Я несколько раз наблюдал, как Большие компании покупают стартапы Вот у меня жена работала в Хатмейле Когда я их купил Майкрософт И вот я наблюдал так со стороны Ну, все-таки так, достаточно близко Как Майкрософт поглощал Хатмейл Это года 2-3 заняло Это не в один день произошло То есть, прежде чем Хатмейл стал таки, да, Майкрософтом Не по праву собственности А по способу жизни По способу этих бизнес-операций Заняло несколько лет Вот, поэтому Есть какая-то там стартап-индустрия Там, айтишники какие-то Ну, хорошо Ну, значит, пока общество их интегрирует Там, куда положено Поэтому Понимаете, я немножко Я с одной стороны рад Что парню удалось Отойти в сторону С другой стороны Я не очень понимаю Как дальше будет Потому что Насколько Насколько это экологическая ниша Способна его там выдержать 5 лет, 10 лет, 20, 30, 40, 50 Я не знаю Так что Мое принципиальное, как бы, мнение Я никогда никого не Как сказать Не поощрял к эмиграции Это совершенно не мое дело Человек сам для себя решает Но Я хочу сказать Что одно из достоинств Вот той жизни Которая тут в Соединенных Штатах есть Состоит в том Что Давание взяток И получение взяток Если оно существует Ну, наверное, существует Я не видел Так я предполагаю Оно существует На каком-то Достаточно высоком уровне Таким образом Что Ну, из нормальных вот людей Вот мы тут Да, там инженеры Там, я не знаю Пролетариат Малый бизнес Вот как я Нам не нужно давать взятки И с нас никто ничего не вымогает И мы ни с кого ничего не вымогаем То есть Общество в целом Живет такой жизнью Где вот Вот нет такой дилеммы Нет такой коллизии Понимаете Поэтому Мне немножко пришлось Вот Когда мы там В СССР На излете Когда я начал заниматься Какой-то коммерческой деятельностью Меня это просто убивало Причем я не брал взятки Я вот Давание взятки Убивало Так же как вот Молодой человек Рассказывает Вот Поэтому Видите как Он профессию сменил А я страну там Проживание И И проблема взяток Решилась Там другие проблемы есть Понимаете Когда ты уже в другую страну едешь Там другие проблемы Если мы эту линию продолжим И скажем Что вот он там учился Значит А может ли он тут быть хирургом Ну сразу не может Он должен там Какие-то телодвижения произвести То есть он должен Немножко доучиться Он должен там Кое-что доздать Пересдать И так далее Но Там скажем Если он Посвятит этому года Там 3-4 То он вполне может Ну даже 2 бывает И быстрее Но вот он Он может вернуться в строй В медицине Если ему захочется И это будет очень Существенная Такая значительная карьера Да То есть он будет Очень здорово зарабатывать Он будет пользоваться Невероятным Общественным признанием Уважением Там Он будет очень востребован И никто не будет Переходить на другую сторону улицы Когда он будет по ней идти Собственно И идти по ней не будет Так будет ездить Там на своем Porsche Но Не суть Вот Хотя он может приехать сюда И быть там Тем же тестировщиком Тоже Если захочет Это его выбор Правильно ли он поступил Но вот он вопрос задает Знаете как получается С одной стороны правильно Он Разрешил конфликт Сиюминутный С другой стороны В нем это сидит Знаете Он спустя несколько лет Там После того Как он перестал быть Хирургом Я ушел от этой идеи Оно его все равно беспокоит И В принципе Это время лечит Но чем больше лет Будет проходить С этого момента Тем меньше Вас будет беспокоить Эта вещь Просто по факту времени По факту того Что вы будете увлекаться Чем-то новым У вас появятся новые заботы У вас просто в голове Там места не останется Вот для этих переживаний Может быть даже вы Что-то такое для себя Найдете прикольное Там я не знаю Бизнес какой-то Который вас поглотит И вы просто скажете Боже Какое счастье Что я не стал Вот этим Я вам расскажу Напоследок Известный эмигрантский Анекдот Такой Это классика Это начало Там где-то Начало 20 века Это времена Массовой Еврейской эмиграции Погромы в Одессе Не только в Одессе В разных местах На Украине И Ну Как бы массовая эмиграция Вот Приезжает Человек В Нью-Йорк Ну Надо как-то жить И он тыры-пыры По-английски Не говорит Значит Вот собственно Вообще такой Как бы Небезумно образованный Человек Он приходит в синагогу И говорит Нет ли у вас Какой-то должности Ему говорят Но ты можешь читать На иврите Он говорит На иврите нет Он говорит Жалко Потому что Если бы ты мог читать На иврите У нас есть должность Слушки Которые тут Во время Там Чтения Перелистывает Странички Вот В нужном месте Ну Извини Но Проходит какое-то время Значительное время Там может быть 30 лет Или 40 лет И там Что-то А он и читать И писать Там он такой Ну Короче Проходит время И вот Банк Там Я не знаю Там Банк оф Америка Приходит Богатый человек Богато одетый Там Берет Чемодан С миллионом долларов Там Наличкой Ему говорят Распишитесь Говорит ему Служащий банка И он Ставит крестик И тот Служащий У него Глаза Вылезают И он Говорит Господин Рабинович Он говорит Вы такой Известный Такой Богатый Человек И Я не могу Поверить Что вы не умеете Читать И писать Как же такое Может быть Тот ему Говорит Милый Да если бы я умел Читать и писать Я бы до сих пор Был слушкой В синагоге Счастливо Счастливо